Впервые был показан без защитных чехлов танк Т-14 «Армата». Его уникальной особенностью является то, что экипаж находится в изолированной бронированной капсуле и управляет орудием дистанционно. Западные эксперты уже признали, что «Армата» превосходит все мировые аналоги. Об оружии нового поколения Михаил Шикоян. Самый засекреченный проект российской оружейной отрасли. Новейший танк «Армата» даже на первую репетицию Парада Победы вышел в камуфляже. И только накануне подбой курантов на главной площади страны боевую машину показали во всей красе. Западные СМИ поначалу иронизировали. Это первый российский танк, написала английская «Сандэй Таймс», сконструированный после краха коммунистического режима. Но когда в глобальной сети появились лишь некоторые характеристики Т-14, иронию сменила настороженность. Многие зарубежные конкуренты не то что не идут в сравнение, проигрывают чуть ли не по всем фронтам. А американский журнал «Нейшнл Интерест» даже включил «Армату» в пятерку самого грозного российского оружия. Российская армия возвращается. Как медведь, проснувшийся после зимней спячки, российские сухопутные войска отходят от десятилетий забвения с программой перевооружения, нацеленной на то, чтобы снова сделать самую сильную армию в Евразии. Уникальная особенность танка нового поколения – необитаемая башня. Аналогов в мире нет. Экипаж – три человека. Отдельно в бронекапсуле. А значит, даже если машину подобьют, люди останутся живы. Управление основным орудием дистанционно. 125-миллиметровая гладкоствольная пушка может вести огонь как управляемыми ракетами, так и обычными снарядами. Дальность поражения более трех с половиной километров. Существенно выше возможностей современных американских и немецких машин. Последние, кстати, даже не смогут пробить броню Т-14. В связи с этим планы Бундесвера по модернизации сотни списанных танков «Леопард-2» не имеют смысла. Электронные системы танка будущего позволяют молниеносно собирать и анализировать тактические данные. Новейшие компьютерные технологии способны сделать армату частью сети, объединяющей дроны, системы радиоэлектронной защиты и устройства для определения целей. На Западе подобных образцов нет. Это принципиально новое слово в танкостроении. Ничего подобного в мире нет. Боевые возможности танка по защищенности, по огневой производительности и интеллектуальному обеспечению этой боевой машины будут превосходить лучшие западные образцы примерно на 15-20%. Массовое производство Т-14 планируют наладить в 2016 и в год. Выпускать по 500 машин. А большинство характеристик до сих пор под грифом «Секретно». И даже на параде 9 мая, где продемонстрируют и другие новинки российской военной промышленности вместо настоящей необитаемой башни Арматы, скорее всего, будет макет.